Здравствуйте, меня зовут Ирина Бережнова. Я Татьяна Фадеева. И сегодня мы хотим поделиться впечатлениями о тренинге «Созависимость и зависимость. 21 шаг к решению проблемы». Женщины, которые пришли к нам на тренинг, были как будто бы выжатые. У них не было сил, энергии. Они не понимали, что делать, как выйти из ситуации. Ситуации с алкозависимыми близкими. И самое интересное, что это деятельные, красивые, потрясающие женщины. Они просто не знали, как решить эту проблему. Потому что решали не с той стороны. И когда мы показали, как она решается, с какой стороны, это были уже совершенно другие женщины, с совершенно другим видением, с совершенно другой жизнью. Из заблудившихся в лесу, из людей, которые непонятно, куда двигаться и как двигаться, они увидели направление своего движения. И в начале тренинга, буквально в каждом слове, в каждом вопросе участниц нашего тренинга ощущалась боль, ощущалось напряжение. А к концу тренинга все это ушло. Люди почувствовали уверенность в себе. Исчезла печаль, появилась радость, появились шутки. И впечатление просто вот мы с Ириной, как ведущие этого тренинга, были очень-очень довольны тем, сколько положительных эмоций нам подарили участники нашего тренинга. И когда мы читали последние домашние задания о впечатлениях, об их видениях, то это была совершенно другая картинка, это были совершенно другие женщины, которые видели по-другому, которые смотрели по-другому, которые знали что-то другое, что принесет им счастье, принесет им успех и в отношениях, и в жизни. Еще одна очень важная особенность, очень ценная для участников нашего тренинга, в том, что он проходит анонимно. Ведь созависимость и зависимость близкого родственника – это вещи, о которых люди стесняются говорить. Об этом не принято говорить вслух. Но проблему-то решать нужно. И анонимное участие в тренинге дает вам такую возможность. Вы можете зарегистрировать почтовый ящик на любое имя и под этим именем участвовать в нашем тренинге. Больше вам, собственно, ничего и не нужно. То, что получили женщины на тренингах, было удивительно, потому что элементарные, казалось бы, какие-то вещи открывали им глаза. Они, например, поняли, что если мужчина не удовлетворяет семье потребность руководствия, это его разрушает, он себя самоуничтожает. Они поняли, что женщина должна быть на своем месте, по чину. Они стали более женственными, они по-другому стали относиться к своими мужчинам. Они дали им территорию, место для того, чтобы проявить себя. И это, безусловно, дало результат. Приходите, и мы раскроем вам очень много секретов, которые вы не знаете. Но этот тренинг мы проводим достаточно редко, потому что он требует огромного от нас с Ириной напряжения душевных сил, занимает очень много времени подготовка, потому что мы даем обратную связь на те домашние задания, которые вы выполняете. Отвечаем вам на ваши вопросы. Поэтому следующий тренинг мы планируем провести только в сентябре, и, возможно, он будет последним в этом году. И еще один очень интересный момент, который мне хотелось бы отметить, это возраст наших участниц. Можете себе представить, разбежка в возрасте от 28 лет до 66, то есть прекрасная женщина с именем Надежды, которая уже 66 лет, до сих пор не потеряла надежды в том, что можно изменить отношения с мужем в лучшую сторону, и ей это удалось. Поэтому, милая женщина, если вы хотите выбраться из этого темного леса и пойти по светлой дороге к счастью, мы приглашаем вас пройти наш тренинг. И заканчиваю словами нашей участники вот этой самой надежды, которая сказала, я как будто бы и не жила до тренинга. И вот добро пожаловать в жизнь, в другую жизнь. Мы вас очень ждем. Успехов вам! Ждем вас на нашем тренинге. Продолжение следует...